Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава Евангелия от Марка. Я читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Ну вот, мы в первых трех главах постоянно встречали, что Иисус учил, учил, учил. Хотели, чтобы Он исцелял, приносили к Нему больных, и Он действительно их исцелял, но главное было, что Он учил. А чему Он, кстати, учил? Только в четвертой главе это появляется. Почему так не сразу, казалось бы? Ну, наверное, для того, чтобы понять, что представляет собой это учение, нужно понять его контекст сначала, да, нужно понять, где, когда, кому это говорилось, что там происходило вокруг. Те же самые исцеления, это же не просто такое чудо, которое, хопа, и доказало его истинность, но скорее это действие Царства Божия в этом мире. Что происходит, когда Царство Божие наступает здесь и сейчас? Отступают болезни, смерти и все то, что нам не дает жить сейчас и здесь. Но учение же не сводится просто к этим словам Царства Божия. В самом начале Марк дает такие вот анонсы. Покаяние, крещение, исповедание грехов, Царство Божие, Евангелие, благая весть. Что это? Вот четвертая глава начинает разбирать это более подробно. И снова стал он учить у моря. А Марк постоянно показывает это сборище людей, которые, кажется, очень плохо понимают, о чем идет речь, но очень вовлечены в процесс. Собралась к нему огромная толпа так, что пришлось ему сесть в лодку на воде, а вся толпа оставалась на морском побережье. То есть как-то отделить себя от этих людей. Вот лодка отплывает от берега, они стоят на берегу и может обратиться не только к десяти человекам вокруг, но ко всем. Он наставлял их многими притчами. И вот каким было его наставление. Послушайте. Вышел сеятель, сеет зерна. И когда он сеял, одно упало при дороге, взлетели птицы, налетели птицы, склевали его. Другое упало на каменистую почву. Землю, где почвы было немного, оно сразу взошло, потому что было в земле не глубоко. Но едва взошло и пригрело солнце, оно засохло, потому что не укоренилось. Еще одно упало среди сорняков. Сорняки поднялись, его задушили. Не принесло оно плода. А были и такие, что упали на хорошую почву и принесли урожай. И тогда взошли и выросли. Какое в 30, какое в 60, а какое и во 100 крат. И добавил, у кого есть тушь, пусть услышат. А что, нельзя попроще как-нибудь? Зачем вот эти загадки? Ну да, понятно, там культура простая, деревенская. То есть люди понимают, что такое сев. Люди наверняка сами сеяли зерна. Наверняка было так, что падало не туда, и этот сев не приносил результата. Они понимают, очень хорошо понимают то, что он нам говорит. Но смысл этого могут ли они понять? У кого есть тушь, пусть услышат. А вот надо потрудиться. А вот это все приходит не как некое готовое такое наставление. Да, вот делай так, делай так, делай так. Очень любят люди такие простые наставления. Особенно давать. Но часто и принимают тоже. А подумайте, как это все устроено. А когда они остались одни, кто был вокруг него вместе с 12, стали его расспрашивать. То есть ближний круг 12 апостолов и ближайшие ученики. А вот можно и так потрудиться. Смотрите, можно самому дойти, а можно расспросить. Но важно, чтобы был интерес. Важно, чтобы человек не просто раскрыл рот и ждал, пока в этот рот положат пирожок. А чтобы он за этим пирожком походил, приготовил его, попросил его. Тогда это работает, если есть инициатива человека. И он им ответил. Вам доверено таинство Божьего царства. Впрочем, все открывается только в притчах. Смотреть-то будут, да не увидят. Слушать-то будут, да не поймут. Иначе бы они обратились и получили прощение. Это цитата из пророка Исаия. И можно так понять, что Бог специально скрывает смысл от людей, чтобы они не обратились, не получили прощение. Ну, такой Бог немножечко садист получается. Вот я вас накажу за то, что вы плохо себя ведете. А как себя хорошо вести? А я не объясню. А вот сами догадайтесь. А не догадайтесь, будете виноваты. Бывают действительно такие люди, которые вот так себя ведут по отношению к другим. Что Бог такой? Нет, мне кажется, здесь скорее о другом идет речь. О том, что человек тоже соучаствует в постижении. Мы об этом только что сейчас говорили. И что Бог это предусмотрел изначально. Что Бог не требует от человека такого слепого повиновения, как от солдата в строю. Направо, кругом, шагом марш. И просто думаешь, вот надо исполнять команду, а за тебя решит кто-то, кто правильно. Нет. Тебе даются притчи, тебе даются образные истории. Ты из них сам должен вывести смысл. Но, соотнеся его с другими людьми, соотнеся его с другими смыслами, обратившись, в конце концов, к учителю за толкованием. И говорит им, не поняли вы этой притчи, а как поймут остальные? Как поймете остальные, простите. Как поймете остальные? То есть это самое базовое, самое основное. Значит, вот это учение, оно в каком-то ярком, красивом, образном виде предстает. И в нем все взаимосвязано. Надо от одного переходить к другому. Сеет, или он сеет слово? Ведь, в конце концов, она этой притчей это делает. Сеет слово. Семена, что при дороге, это когда слово посеяно, но едва его услышат люди, как приходят сатана и похищают только что посеянное в них слово. А те, что попали на каменистую почву, это когда они услышат слово и тотчас радостно его примут. Только корня в них нет. Они переменчивые, и стоит начаться скорби или гонению за слово, как они соблазнятся. Еще семена, что попали в сорняки, это когда услышат слово, но подступят с заботой этого века, соблазн богатства и всякие прочие желания. Задушат они слово, и останутся те люди без плода. А семена, что посеяны в хорошую почву, это когда они выслушают слово, примут его и принесут плод, кто в 30, кто в 60, а кто его 100 крат. Вот притча, которую наверняка все прекрасно слышали. А что сеятель так неразумно себя ведет? Он не может сеять сразу на хорошую землю. Он что, не смотрит, куда он бросает семена? Тогда сеятель плохой. Неквалифицированный сеятель. На асфальт бросьте семена, много прорастет. Или в сточную канаву, где вода ее вымоет сразу, всю эту рассаду вашу. Нет, конечно. Сеятель не знает, какая будет почва. А почва, физическая почва в нашем мире, она какая есть. Человек в состоянии ее оценить, думать, сеять здесь, или надо отойти все-таки в сторону, посеять там, где лучше почва. А сердца людские, они переменчивы. То есть, сеятель не скуп. Ему не жалко бросать семена везде, всюду. Иисус проповедует всем, к нему приходит толпа, он бросает эти семена. А как ты отзовешься? Какой почвой станешь ты? От тебя зависит. И вот сам процесс толкования притчи, это уже труд по преображению себя, как почвы. Еще сказал им, разве для того светильник, чтобы накрывали его горшком, или ставили под кровать? Нет ему места на подсвечнике. Не бывает, чтобы тайная не стала явным, чтобы сокрытое не вышло на свет. У кого есть туши, пусть услышат. То же самое, у кого есть туши, пусть услышат. И светильник на подсвечнике, да? И тайная становится явным. Значит, вот вы можете думать, что вы что-то такое вот сокрытое, тайное, особое. Знаете, вот всевозможные эти системы какого-то сектантского знания, они построены на том, что вот наш ближний круг, он все знает и понимает, а эти посторонние, они, фу, они вообще бессмысленные существа, ничего не могут понять. Притчу о сейте, так можно и понять. Вот мы-то с вами хорошая почва, а эти все каменистые, или там они в сорняках, или птицы их заклевали. Но тут же Иисус дает притчу, которая как бы балансом служит к первому. Он говорит, смотрите, если вы считаете, что вы то самое тайное, замечательное, то ведь оно станет явным. Вы для того и нужны, чтобы быть на подсвечнике. Вы не некий, знаете ли, такой узкий круг ценителей, да? А вы свет миру. Для того, чтобы все этот свет увидели. Просто вы первые загорелись. Это совершенно другая картина. Это не сектантство, а это уже, наоборот, несение этого слова в мир. Ты можешь быть почвой, да? Но ты можешь быть не просто почвой, она пассивна. Ты можешь быть светильником, который этот свет рассеивает вокруг себя. А что из этого выйдет? Им хочется понять. Ну, ладно, мы постараемся, а остальные как? А может, это все впустую? Еще сказал им, слушайте и внимайте, какой мир и мерите, такой и вам отмерено будет. И добавлено сверх того. У кого есть, тому и будет дано, а у кого нет, у того и будет отнято. Это как миллионеру еще денег, а у нищего отнять ту копеечку, которую он с трудом выпросил. Ну, буквально звучит так, и очень несправедливо и жестоко. Но, смотрите, вот начинается с какой мир и мерите, такой и вам отмерено будет. Мерите для того, чтобы отдать. Вы отдаете сколько, вот столечко или вот столько. И вам дадут вот столечко или вот столько и еще добавят. Соответственно, человек, который... Что значит, у меня есть, да? Вот не просто у меня там в кубышке лежит, а вот у меня, вот мое. Я даю это вам. И мне будет дано еще больше. Или я вот, ой, нет, у меня ничего нету, не дам никому, потому что мне самому не хватает. Вот и не будет хватать никогда. Еще сказал, царство Божие с ним так. Бросил человек семя в почву. Спит он ночью, встает поутру, а семя пускает росток, тянется вверх. Но он того не видит. Земля плодоносит сама по себе. Сперва зеленый побег, потом колос, потом он наливается зерном. И когда созрел урожай, человек берется за серо, потому что настала пора жатвы. Вот как бы хорошо, бросил семечко, а оттуда сразу хоп, и колос. Вот прям сразу. Ну, завтра утром, ладно. Знаете, когда приучают к земледелию такие первобытные племена, которые живут с собирательством, то им объясняют, что надо зарывать в землю эти семена или там клубни, картошки. Они выкапывают и едят, потому что говорят, ну как же, зачем мы будем картошку в землю зарывать, мы кушать хотим. Да, смешно, да нет, им трудно понять, что земля сама производит этот росток, но только если ее оплодотворить. Там картошка не самозарождается, она вырастает из семян или любой другой плод вырастает. Значит, царство Божие, оно растет постепенно. Иногда проповедь, иногда вот этот труд на пользу царства кажется бесполезным. Вот сколько угрохал силы времени, а это зерно растет, оно еще не проросло, или оно только-только, вот первый зеленый росточек проклюнулся, он еще бесполезен, он слаб, его затоптать легко, его там сожрать может кто-нибудь, но иначе не растет. Не бывает так, что вот раз и все получилось, да. Нужен какой-то долгий упорный труд, и тогда будет жатва. Еще сказал, с чем сравнить нам царство Божие, где найти для него подобие. Зернышко горчицы, когда сеет его в почву, оно меньше всех семян на земле, а когда прорастет, поднимется и станет больше всей прочей зелени, отрастет могучие ветви, так что в тени его птицы небесные смогут найти приют. Вообще-то горчица не очень большое растение, да. Ну, сказал бы дуб, желудь маленький, а дуб какой огромный, да. Или что-нибудь еще. Но горчичное зернышко просто мы себе хорошо представляем. Знаете, даже у нас будет горчица с зернами, они, правда, совсем мелкие. Мельче там пшеницы или уж тем более желуди. И тем не менее вырастает горчичное растение, а может быть здесь уже меняется образ. Притчи не дают такой одномерной картины. Иначе бы не было разных притчей. Была бы одна. Вот притча о сеятеле, а потом про светильник у нас совсем другое. А потом про росток семени, незаметно растет семя. А потом еще и зернышко горчицы маленькое, но дает большой побег. То есть каждая притча раскрывает какую-то свою сторону от реальности. Нет, чтобы дать им определение. Так, апостолы, раскрыли тетради, взяли ручки, диктую. Царство Божие есть. То, 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 то и то. Действует так. Первый пункт, второй, третий, четвертый. Запомнили, сдадите зачет. Нет, ничего подобного нет. Он рассказывает образные истории, каждую из которых можно не понять, начиная с притча о сеятеле. Можно извратить. Сколько таких примеров было в истории. Зачем? Нельзя ли попроще? Вот почему-то нельзя. Почему-то эти притчи, они сами как семена, которые должны прорасти в человеке. И принести плод. Но это и труд самого человека. Его сердце должно стать этой самой благодатной почвой. Может и не стать. Может и не с первой попытки. Он рассказал множество подобных притчей. Так это еще и не все. Оказывается, их было гораздо больше. Насколько ему давалось его понять. Так и видишь перед собой. Я же в самом начале говорил, что это Марк, скорее всего, записывал за Петром его воспоминания. Так видишь, как Петр рассказывает эти вещи. Может быть, даже сам не все помнит точно. Как они вдвоем с Марком, а может быть, вокруг них большой круг слушателей, вспоминают и столковывают эти притчи. То есть, сам процесс написания Евангелия, он уже есть процесс истолкования той вести, которая в нем содержится. А без притчи он с ними и не говорил, но наедине все объяснял своим ученикам. Странно. Почему ничего не говорил людям без притчи? А почему ученикам и только ученикам объяснял? Наверное, потому что, да, есть вот эти вот круги посвященных и непосвященных. Но это не особый обряд. Вот ты получил допуск к значению притчи, теперь у тебя есть возможность с ним ознакомиться. Нет. Это не какая-то привилегия. Ты сдал там тест IQ высокий или не знаю, что еще. Значок ГТО на груди. Нет, это скорее готовность человека, его заинтересованность. Ведь в этот круг можно войти. Просто кому-то достаточно чисто внешних вещей. Вот что такое православие? А, это среда и пятница пост. Вообще постов очень много. Это, значит, надо на исповедь ходить, потом, значит, ребеночка надо крестить, замуж выходит, женишься, надо венчаться в церкви. Это все так, но это внешние вещи. Или есть вера во Христа. Это что-то внутреннее глубокое. А как ей поделиться? Гораздо сложнее, чем объяснить правила поста или крещения или чего-нибудь еще. Но об этом можно говорить скорее образом, потому что образная речь, метафорическая речь, это разговор с сердцем человека, не с его механической памятью. А, посты у нас в среду, пятницу еще великие, рождественские. Да, запомнил. Нет, это разговор со смыслами внутри человека, из которых он сам выстраивает свою систему ценностей, взглядов, которая потом может привязаться, а может и не привязаться, кстати, к этим внешним подробностям. А вот с учениками уже приходится работать более подробно, потому что они действительно свои, им действительно интересно. Вот как человек, который преподает, я прекрасно знаю, я могу всем что-то рассказать, вот любым людям, но есть вещи, их очень много, которые я могу рассказать только тем, кому интересно, остальные просто не поймут, о чем идет речь, слушать не станут, им и не нужно. А вот когда люди заинтересованы, то это очень особая ситуация, и там многому можно научить, многое можно объяснить, если они к этому готовы. Вот ученики, это прежде всего те, кто готовы, те, кто сами готовятся. Еще сказал им вечером того самого дня, переправимся на ту сторону. Так, а что, притчи закончились? Разве что-то не хватило нам как-то? Сейчас будет, но только не словесная, а притча в действии, потому что притча — это образная весть, это не инструкция, не наставление, а это вот либо история, либо ситуация, которая имеет свой смысл. Эта ситуация может произойти, а не просто быть выраженной в словах. Переправимся на ту сторону. Они на Галилейском озере или море, как его тоже называют, потому что очень большое озеро, ну и они странствуют, потому что Иисус везде проповедует. Ну, хорошо, переправимся вечером. Как-то не вовремя, обычно ночью все-таки плавать страшно. Но вот почему-то он вечером захотел. Они простились с народом и отлыли вместе с ним на лодке, в которой он сидел. А лодки там были и другие. Налетела сильная буря. Галилейское озеро, оно так расположено в котловине, вот оно ниже уровня моря, что туда действительно внезапно приходят резкие шторма. Вот такая чисто особенность климата местного, обусловленная рельефом местности. Налетела сильная буря, волны захлёстывали лодку, она уже набрала воды. А он прилёг на корме, уснул на подушке. Ну, ночь, надо спать, сил набраться. Они его разбудили, сказали, учитель, тебя не заботят, что мы погибаем? Такой упрёк слышится. Ты чудотворец, ты тут вообще весь народ исцеляешь. А мы сейчас потонем, и что, тебе всё равно? Вот мы тебе неинтересны, да? Других тебе наберёшь, что ли? Он поднялся и приказал ветру и повелел морю. Уйтихни, уймись. Смотрите, он мог подняться и им сказать, вы вообще кто тут, что вы мне тут указываете, что мне делать? Вы не поняли, что ли, ничего? Смотрите, по их просьбе, по их упрёку, такому ясно нами слышимому, он действует, как они его просят. Он не отталкивает их от себя. А ветру и морю он повелевает. То есть господин над стихиями выслушивает своих учеников, идёт им навстречу. Потому что они его просят. Даже если с раздражением, с упрёком, он не читает им нотацию. Ведите себя прилично, разговаривайте со мной вожительно. А им сказал, что же вы так боязливы, так и нет у вас веры. Они страшно испугались и говорили друг друга, да кто же он такой, что ветер и море повинуются ему. А на вопрос его не ответили, есть ли у них вера. Вы знаете, это вопрос, который мы все себе задаём, есть ли у нас вера. Не, ну вроде есть, а вроде как и нет. Вот страшно же там коронавирус, землетрясение, войны или их угрозы, нищета, экономический кризис, страшно. Или ты понимаешь, что ветер и море повинуются ему, и что он послушается, даже если ты с упрёком ему скажешь. Вот такая вера, например, есть? Не так, чтобы горы двигать, я об этом не говорю, а вот чтобы попросить и получить. Вот, наверное, вопрос, который он задаёт ученикам, не только тем, которые были там с ним в этот момент в лодке. Субтитры сделал DimaTorzok